Добрый день, дорогие друзья и любители вязания крючком. Именно сегодня начало нашего шоу. Я вяжу кофточку для мины крючком. И что бы вы думали, кроме меня и классического ведущего в рынке, сегодня у нас в студии Яна, которая в течение нескольких месяцев свяжет крючком кофточку для супер мины. И вы, дорогие зрители, будете свидетелями. Итак, встречаем Яна или известная под ником Яка Желнини кофточку крючком. Поделюсь с вами всеми своими секретами. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Меня зовут Яна. И вот уже как месяц назад я пообещала, что до следующего лета свяжу Нине красоточки кофточку крючком. Казалось бы, ничего сложного. Но есть одна проблема. Я не умею вязать крючком. И я поняла, что в жизни все возможно. Ведь если сильно захотеть, можно в космос улететь. Я расскажу вам, с чего я начала. Так как Нина правильно заметила, что я могу просто купить эту кофточку или попросить знакомых бабушек связать ее. Поэтому я делаю видеоотчеты о том, как я продвигаюсь и каковы мои успехи. Первый мой успех я завела в специальную коробочку или просто блюдечко, где у меня хранятся крючки. Да, вы абсолютно правы. Крючки во множественном числе. Ведь я купила один большой крючок, два крючка совсем тоненьких и один средний крючок. Потому что для каждого вязания подходит определенный крючок. Нитки я взяла своего любимого цвета, сиренево-фиолетового. Начала я с обычной цепочки. Для всех, кто вяжет крючком, это первый шаг. Здесь нет ничего сложного. Видите, вы просто продеваете ниточку в петельку и у вас получается красивая цепочка. Сначала у меня это не очень хорошо получалось. Это первые дубли, которые не закончились с успехом. Их было очень много. Какие-то я выкинула, какие-то это первые удачный дубль. Но постепенно я научилась делать столбики с накидом. Для тех, кто вяжет, они знают, что это второй шаг. Но не все мне удавалось. Это первая попытка связать что-то более-менее похожее на кофточку. Вернее, на ее начало. Видите, абсолютно кривые ряды. Все выходит в одном месте какие-то дыры. Абсолютно непригодна к ношению. Тем более Нина очень красивый человек и она никогда не оденет. И она никогда не оденет такое говно. Поэтому мы избавляемся от этого. Дальше я решила, что делала в крючке и взяла крючок побольше. Видите, это выглядит уже более-менее, но опять неровности. Везде неровности. И вот после долгих, долгих, очень долгих попыток, я наконец нашла крючок, который идеально мне подошел. Это что-то среднее между толстым и худым. И первое ровное, что я связала, это шарфик. Ну, он подойдет как шарфик для пальца, например, или как шарфик для Барби. Видите, абсолютно ровный, идеально сделанный шарф. Уху! Успех! Но так как уговор был не вязать шарф, а вязать косточку, я пошла немножко дальше. И вот на сегодняшний день я хочу вам представить, чего мне удалось добиться. Да, это совсем мало, но мне кажется, начало положено. И уже совсем скоро я предоставлю вам, дорогие друзья, да, вот видите, как все ровно. Я предоставлю вам, дорогие друзья, возможно, рука, возможно, перед или спинку от кофточки для Нины. Но пока что я только тренируюсь. И следующее, чем я удивлю у вас, это будет еще более широкая часть кофточки. То есть она пойдет вот так вот, вот так вот вверх. Но я должна сказать, что в принципе для человека, который никогда не вязал, это очень неплохой результат. Так что, Нина, ты проиграешь, и я свяжу тебе кофточку. До скорых встреч в новой программе и вяжите крючком.